большой всем привет сегодня расскажу об довольно необычном устройстве который вроде бы на первый взгляд мало имеет отношения к настольным играм это довольно неудачное моё приобретение тем не менее хочу вам рассказать чтобы просто уберечь может быть покупателя от такого приобретения может быть наоборот вдохновить потому что может быть для вас его недостатки будут незначительными это лазер для выжигания разных изображений какое отношение к настольным играм имеет ну во первых я планирую делать какие-то прототипы и иметь в арсенале него небольшое устройство которое может на дереве делать какие-то изображения это неплохой такой девайс во всяком случае мне было интересно посмотреть как лазеры работают и было интересно посмотреть до чего докатились технологии что в довольно недорогом устройстве уже есть такой лазер который может просто ну по дереву выжигать вполне себе а неплохо и так это устройство стоит в районе 80 долларов вместе с доставкой это сравнительно по цене с какой-нибудь настольной игрой поэтому можно сказать что это уже бюджетный девайс максимально дешевый давайте посмотрим что он умеет и вообще почему я его называю неудачной покупкой и так вначале о хорошем пришел он вот в такой коробке квадратной полностью упакованный в пенопласт то есть упаковка хорошая все замечательно добралось ничего не повредилась лазерная часть была спица обложена дополнительным пенопластом то есть ничего не побилось в комплекте даже есть образцы и деревян деревяшек и картовок то есть есть на чем попробовать выжигать даже есть вот непонятный вот такой девайсик видимо что-то протирать в общем комплектация и доставка все хорошо ничего не побилось теперь обо самом устройстве в описании написано что она может подключаться как windows к так андроиду так и к маку я пользуюсь только маком поэтому для меня это было важно и это вранье да есть драйвера для андроида есть драйвера для macos но все это работает через одно место на android вообще не заработала то есть я не смог подключить не к андроиду не к ипаду хотя и заявлена совместимость к компьютеру на макосе с трудом подключил но работать она толком не стала то есть есть драйвера есть программное обеспечение но она толком не работает почти ничего не получилось делать по какой-то причине программное обеспечение для мака обрывает печать вернее должны печать и выжигание посреди вот я пытался сделать такой вот афоризм и у меня он обрезался до половине распада за иллюзии всегда но кстати тоже афоризм своего рода сейчас попробуем напечатать его все-таки целиком на другом на другом компьютере для mac os прибор не годится в конце концов мне пришлось взять жены старенький windows овский ноутбук и только с ним более-менее что-то да как-то заработала сейчас мы с вами это посмотрим и попробуем выжечь полностью вот этот афоризм это наша задача на это виде у нас есть как раз еще одна запасная деревяшка такого же размера поэтому приспособимся и так подключается устройство по по usb сеть довольно сильно шумит но вентиляторы кстати можно где-то выключать приложение выглядит вот так нужно при оттачить устройство что мы и сделали после чего мы можем какие-то делать воздействия но давайте попробуем сначала импортировать какое-то изображение мы импортируем то самое высказывание которое мы на маке так и не смогли напечатать здесь мы можем изменить его размер чтобы она печатала его на полностью на нашу площадку это где-то 8 миллиметров максимальная кстати 8 на 8 сантиметров максимальное изображение для этого устройства давайте сделаем а допустим 79 с одной стороны сохраняем пропорции он у нас меняется почему-то вытягивается так ну примерно квадратная сделали после того как изображение готовы можем посмотреть в его разные варианты это черно-белая это дискретная то есть сохранением полутонов не очень хорошо работает можно сделать чисто рамочку допустим если вы что-то вырезаете можно сделать скетч но давайте хотя бы простейшие сделан черно-белый вариант иначе так как у нас пока ничего толком на нем не получалось и другого какие есть возможности минимальные можно поменять черное на белое можно добавить какой-то текст можно повернуть зеркально можно перевернуть как-то и так далее в общем-то минимальные возможности редактора есть здесь усилия сила лазера здесь глубина прожигания давайте оставим по умолчанию можно сделать сильно тогда будет вот это глубина меняется то есть вот не знаю видно или нет вот здесь стоит стандартная 10 можно сделать больше тогда будет выжигать и вот вот таким образом например это на 20 на 20 с чем-то так ну поехали что умеет само устройство перед тем как мы отправляем ее на печать мы делаем саму рамочку то есть нужно сделать позицию то есть он начинает ходить лазером показывая где он будет печатать мы смещаем определенным образом чтобы попасть надеюсь если я скатерть не прожгу со всеми этими экспериментами так и он так ходит пока вам не понравится тот диапазон который он будет захватывать для печати вроде бы вроде бы все правильно после того как вы убедились что все нормально вы останавливаете этот процесс и подкладывать которая есть в комплекте это для чисто фокусировки лазера должна быть идеальная . а в принципе она нормальная но если что можно подкрутить лазер прямо здесь вручную примерно так потом эта штука убирается и мы готовы для того чтобы начать прожиг после этого мы нажимаем просто старт и больше не смотрим на лазер кроме как сквозь специальное стекло толстое затененное стекло сквозь который в принципе более менее безопасно смотреть по краям лучше не надо я думаю что даже для даже для фотоаппарата это не не сильно полезно для глаз только то уж точно он начинает прожигать то что получается и вот на windows и это по крайней мере не останавливается единственный момент тоже нельзя делать нельзя допускать чтобы ноутбук заснул в процессе этого печати иначе все прервется ну за этим по крайней мере можно проследить ну процесс пошел и пока печатает я наверное расскажу почему же я эту покупку все таки считаю неудачным хотя вроде бы с трудом но добился от нее работы да он делает ту работу который для которой предназначен то есть можно на ней печатать приятный кстати запашок выжигания сразу детством так пахнуло как мы выжигали советскими старыми выжигателями точно такой же запах сейчас вот идет от этого прибора да дымок какой то есть но он еще расскажу довольно приятный тем не менее все равно вентиляция думаю нужно так вот почему я считаю неудачным во первых он очень очень медленный смотрите даже вот такое простейшее изображение он печатает ну будет печатать где-то полчаса наверно не говоришь о том чтобы запустить что-то с полутонами фотографии я пробовал фотографии где взять все полутона да что-то получается в результате но это час а то и больше то есть скорость это явно не скорость это явно не конек этого устройства она не годится для того что чтобы делать много чего-то может быть я для прототипов и достаточно например если захочется сделать какой-то прототип для настольной игры то можно на ней на этой машинке напечатать красивые квадратики там красивые фишки с изображениями а это будет выглядеть намного круче чем нарисованные там от руки или еще что то потому что например я делаю сейчас прототипы они мне очень не нравятся потому что это фактически нарезанная бумага с изображениями со значками которые рисуют от руки и так далее даже саму неприятно тестировать собственный прототип ну куда это годится с помощью допустим 3d принтера и вот такого устройства можно уже сделать вполне такие симпатичные прототипы с которыми тебе самому будет приятно работать а это немаловажно как ни странно поэтому с одной стороны это устройство работает но она работает на грани то есть она делает то для чего оно предназначено но делает это и два и два программное обеспечение кривое особенно для мака и остальных на андроиде и на айпаде не заработало вообще более менее рабочая только на windows я думаю что это конечно не проблема для большинства но для меня например проблема потому что вот единственный windows прибор который у нас есть это вот старый старый ноутбук в общем в целом впечатление у меня больше такое нейтрально негативное ближе к негативному я ожидал от этого устройства больше но тем не менее если потребности очень и очень минимальные то есть вам нужно рисовать например какие-то изображения на на вашем хоум хоум мэйде там я не знаю на на каких-нибудь я не знаю кошелечках там деревянных изделиях или еще чем-то то потерпеть его недостатки при том что стоимость уже опустилась до вполне терпимого уровня ну можно я не знаю но общее впечатление поближе все-таки к негативному не знаю может быть это немножко предвзятое впечатление из-за того что мне целых два дня не удалось с ним в начале закон тачить то есть я пытался бился с этими драйверами для мака и в конце концов она так и не заработала наверное да это отразилось на первом впечатлении в общем вот такой вот у меня девайс появился в хозяйстве напишите в комментариях что вы о нем думаете куда его можно приспособить для чего он вообще может пригодиться еще кроме такого узкого использования как изготовление прототипов для настольных игр может быть я не прав и недооцениваю его потенциал так он допечатывает смотрим даже на такую простейшую надпись в черно-белом режиме ушло смотрите 44 то есть где-то 45 минут почти час на такую надпись что говорить о полу что уж говорить о полутонах фотографиях и так далее то есть это основной наверное недостаток этого устройства это очень медленная работа но и для меня а может быть это не актуально для большинства но для меня это большущий недостаток в том что он не работает толком с маком получается для меня чтобы с ним поработать мне нужно будет использовать ноутбук а у меня все программное обеспечение все материалы там находится на на и маке мне очень затруднительно с ним будет работать из-за этого в общем вот такое дело давайте посмотрим результат ну в принципе свою работу он делает если вы обратите внимание он как будто даже выпуклость такая выжигает на толщину которая указана в общем вот такой результат да очень бюджетный очень простой лазер и в принципе свои деньги наверное отрабатывает но я немножко все-таки недоволен недоволен